Микс Ньюс Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». Подоплёка. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем наш сериал о качестве образования, о рейтингах школ. И сегодня снова с нами создатель и научный руководитель педагогического центра «Эксперимент» Бронислав Зульцерман. И в качестве оппонента и нашего коллеги мы пригласили педагога, преподавателя латышского языка Одинсканской гимназии и депутата Рижской думы Ивету Ратыныйку. Правильно. Добрый день. Добрый день. У микрофона автора ведущая Людмила Прибыльская. Ждём ваших звонков по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вчера Бронислав анонсировал на Фейсбуке тоже нашу передачу, поэтому вы можете писать и туда. А сейчас мы продолжим тему обсуждения школьной реформы, качества образования и такой странной ситуации, когда наши лучшие школы высоко котируются на международном уровне, однако средняя температура по больнице всё время падает и, к сожалению, результаты государственных экзаменов становятся всё хуже и хуже. А зачем им становиться выше, если для того, чтобы закончить школу, тебе хватит 5%? Это тотальная глупость, потому что нельзя считать, что человек, который на 5% сдал любой экзамен, заслуживает аттестата. А что такое 5%? 5% это... Имя, фамилия, бумаги? Что достаточно сделать, чтобы получить 5%? Это, наверное, первая задача. По первой... Ну, первой задачей по всем этим экзаменам, ну, просто, ну, методом только можно определить, что там делать надо. Ну, то есть, как говорил Шадурский, будучи министром, любой дурак может в этих тестовых заданиях поставить галочки наугад и получить эти 5%. И так как мы всё время слышим, что, ну, гуманитарные предметы вообще никому не нужны, нужно только технологии, из-за этого, ну, я предполагаю, что некоторые так сдают латышский, а те, которые более с гуманитарным уклоном или просто с проблемами по математике, они просто не стараются сдать экзамен лучше. Они думают, ну, на 30, там, на 40% сдам, и всё нормально. У них нету мотивации. Просто неправильна мотивация экзамена, но если её нету, тогда вообще мотивацию очень трудно получить. Ну, мотивация, наверное, рождается не на экзамене, не в период подтверждения какой-то квалификации, наверное, на более ранних стадиях, то есть когда ребёнок, который, в принципе, по своей природе исследователь и хочет что-то узнавать новое, он попадает в какую-то систему, в которой эти, так сказать, естественные потребности каким-то образом гнушатся. Я не имею никаких внутренних потребностей и что-то понимать в логаритмах, в векторах и в этом всём. Я там ничего не понимаю и живу радостно и счастливо. Эта проблема началась во время реформы ПЕБАГа, когда в средней школе можно было выбирать любые предметы и любые предметы не выбирать. Мы были первыми, ну, у меня сейчас 41, у которых эта проблема появилась. Мы могли не взять химию, физику или что-то любое в средней школе. Я взяла биологию, я взяла географию, мне очень нравилось, но вот химию, физику не взяла и сразу на всю жизнь я пошла по гуманитарному направлению. Хотя бы биология, география нравилось. А всё зависело просто от учителя. Нравится учитель как концепт или не нравится? Потому что в маленькой школе ты очень хорошо знаешь, кто будет твой учитель, каким он будет. Ты боишься, ну, рад учиться вместе с ним или не боишься, и всё. Ну, то есть... Когда началась эта проблема? Я думаю, честно говоря, до начала передачи, и даже вы сказали, да, что вот тут оппонировать. Я знаю работы, знаю выступления. Я думал, что оппонирования не будет, что мы будем добавлять друг к другу. А на самом деле, вот она уже первая точка оппонирования. Но она очень серьёзная. В каком смысле? Вот в смысле выбора. Вот в ряде стран Запада, не буду называть, чтобы не обижать, да, там в старшей школе выбирают и не выбирают. То есть выбирать, что хотят, без математики, без физики, без химии. С моей точки зрения, ну, я даже исследование на эту тему проходил, вот есть такое понятие в психологии развития, да, ну, и в психологии, в детской психологии, да, образовательная потребность. И вот если наша школа бы была бы устроена правильно, а, как говорит коллега, а если бы были бы хорошо подготовленные учителя, то к пятому, шестому классу на самом деле стало бы понятно, что этому ребёнку физика, ну, никогда не нужна будет, он её и не поймёт. И поэтому вот проблема ещё раньше, чем основная школа и чем старшая, да, определить… То есть раннее выявление потребностей и способностей ребёнка? Да, 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 конечно, конечно. И дальше представление возможностей, чтобы он вот эти потребности выполнял, потому что есть такие дети с таким устройством сознания, которым математика уже в шесть лет понятна, что никогда не будет понятна, никогда не будет интересна, и мотивации никакой не будет, кроме волевой. Ну, вот родители заставляют, учителя заставляют и так далее. Я был бы тут более осторожен, да, но вместе с тем до сих пор, да, никто, профессионалы между собой не собрались и не договорились о какой-то базовой, базовом образовании. Да, вот какая должна быть база. Когда-то говорили так, надо научить сначала писать, читать и считать, а потом уже начинать профильную подготовку. Поэтому вот когда Пебл пришёл, потом когда ещё вот эти, сколько их у нас уже было, я ушёл, когда 11 человек поменялось, да, не выдержал, да, вот у них не было собственных серьёзных и представлений, и экспертов, которые бы сказали, ребята, да, сядьте, тогда был ещё институт педагогики, поисследуйте, разберитесь с этим, когда что. Поэтому у нас и получается вот то, что вы говорили в начале. У нас есть школы, да, такие, как первая гимназия, которая отбирает естественно образованных и подготовленных детей со всей страны. Я допускаю, что для страны больше, чем в первой гимназии, математика и физика не надо. Вторая гимназия отбирает тоже для своего, третья для своего, генсканская гимназия отбирает тоже для всего. И поэтому этим, которым сверху, которые получают результаты международных олимпиад, то, что коллега сказала до начала, да, им пофиг. Вот есть результаты международных олимпиад, и хорошо, а то, что 5% это страшно, да, согласен? Да страшно, мне просто, я не могу представить. У нас есть звонок, давайте мы радиослушателя послушаем. Добрый день, вы говорите, вы в эфире. Мы же не поговорили. Добрый день, Александр. Вы знаете, вот говоря об образовании, надо все-таки исходить от истока. Для чего нужно образование? Востребованность образования. Если у нас нет промышленности, нет предприятий, наука в загоне, зачем нужно учить математику и физику? У нас распространены какие специальности? Водитель, торговый работник, офисный менеджер. Зачем там физика и математика, извините? Это совершенно очевидно, о чем мы говорим. Да не очевидно. Я уже говорил с теми студентами, которые политологией занимаются. Сейчас это самое распространенное, так сказать. Ну, да-да-да. Кого они изучают? Вопрос, вопрос. Кого они изучают политологию? Они изучают Фридриха фон Хаека. Что он говорит, Фридрих фон Хаек? Он говорит, не надо ничего, рынок сам все рассудит. И не беспокойтесь вы ни об образовании, ни об промышленности. Все рынок рассудит. Поэтому образование для правящего класса, оно как таковое совершенно не нужно. Им нужна обслуга. Вот исходя из этого, и строится образование. Спасибо, Александр, за ваши комментарии и ваше мнение. Но я вот хочу просто напомнить свою встречу как-то с руководством города Елговы. И Андрис Равенш, мэр, говорил, что они хотели бы, поскольку город промышленный, есть потребность в инженерных кадрах, они хотели в школах сделать разделение классов по физике на две группы, чтобы лучше изучать физику, не смогли найти учителей. Вот, Ивета, ваше мнение, дефицит учителей, он реальный или он искусственный? Что в этом происходит сейчас? Хуже. Хуже. Еще хуже. Еще хуже. В принципе, тогда, когда училась я, учиться на педагога надо было 4-5 лет, смотря по какой программе. Мы, которые еще учились 4 года, в принципе, мне повезло, я училась в Розыкне, у меня 3 разных диплома по филологии, по преподаванию латышской литературы и по преподаванию истории и культуры. Из-за этого, в принципе, реформа меня не пугает. Я могу сама замещать учителей по художественным предметам, никаких проблем. Но, в принципе, какая сейчас ситуация? И эта идея, что за год можно получить диплом учителя, мне вообще кажется кощунством. А, ну это идея нашего председателя комиссии образования. Это сразу как-то ломает конкуренцию, это ломает восприятие то, что ценно, не ценно. Потому что, ну, если ты филолог, за год, да, ты можешь стать преподавателем своего языка, который ты там изучал. Но я не считаю, что человек, который изучал там коммуникацию или, ну, журналистику, может за год стать преподавателем латышского языка или чего-то, ну, такого. И мне кажется, что, ну, считать, что за год можно приготовить учителей, которые... Закрыть дефицит. Ну, закроют дефицит, это просто, просто, просто неправильно. Также я считаю, что большие деньги давать негосударственной организации и СПМО-миссии тоже неправильно, потому что я с ними встречалась в самом начале на уровне ментора. И там был этот феномен, что да, мы из них делаем лидеров, но мы из них не делаем специалистов, которые преподают определенный предмет. Да, этих людей встречаются те, у которых натурально врожденный талант по педагогике, и все получается. Но самая большая часть из них уходит в разные негосударственные организации или на разную офисную работу потом, и не остается в педагогике, остается там где-то 20%. Это, ну, не такой уж прекрасный результат, скажем, как есть. Нельзя, ну, три последних министра говорят, учителей слишком много. Но, в принципе, ситуация такая, что учителям это невыгодно. Но мы работаем на уровне вакансий, нам это не идет на благо наших отпусков или социальных гарантий. То есть вы заполняете вакансии за счет повышенной нагрузки, то есть вы берете полторы ставки, потому что надо кому-то идти в пласт. Так это даже на уровне нелегально что-то делать, потому что, ну как, уроки должны проходить. У нас в школе некоторые учителя на уровне 29-30 контактных уроков. То есть это ненормально? Это ненормально. Нормальный человек где-то на 24-м уже становится не очень нормальным. Реально подготовка урока, даже по старой методике, оплачивается на уровне 5-6 минут. Ну, подготовка нового урока. А сейчас нам говорят про то, что надо будет новую методику, все такое. Никто еще не говорил, сколько и как будет меняться учительская ставка. Сейчас что-то, ну, покипело на уровне дошкольного образования, когда министр заявил, что половина времени это только присмотр за детьми. На следующем году что-то такое произойдет в школах, потому что никто еще не говорил, как концептуально пересматривать нагрузку учителя. Потому что никто не знает, сколько этих учителей останется после всех трех реформ. Хорошо. У нас есть звонки. Дорогие радиослушатели, мы сейчас прервемся на рекламную паузу, буквально на несколько минут. Пожалуйста, наберитесь терпения, позвоните еще раз к нам после перерыва. Мы обязательно вас выслушаем. И еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем программу подоплека. Мы изучаем проблему рейтингов школ и снижения общего качества образования. Были звонки у нас перед перерывом. Пожалуйста, наберите снова 672-12-93-9, 672-13-93-9. До перерыва Ивета Ратиника затронула тему о том, что в принципе подготовка урока для школьного учителя оплачивается на 6 минут перед каждым уроком. А вот реально, сколько времени нужно на подготовку урока и как вообще возникла такая ситуация профанации учительского труда? Ну, если есть хорошие материалы подготовленные, ну, это очень хорошо разработанные книжки, там, не знаю, какие-то, ну, материалы, которые раздавать детям или все такое. Ну, то есть это работа министерства, грубо говоря. Это не работа министерства, это работа министерства вместе с издателем педагогической литературы или чего-то такого, тогда реально, ну, учителю с опытом это минут, ну, не знаю, 15-30, там, просто механически подготовить материал. Но если этих материалов нету, и по новой реформе самое страшное, что эти материалы надо будет учителям создавать самим, потому что дадут, и сейчас доступен, где-то приблизительно один-два материала из 14-15 материалов. То, что сейчас опробируют в школе, это не материал реальный, это просто восприятие учителя о том, что же можно и как достигнуть, ну, как, используя старые материалы плюс какие-то новые идеи. Это все очень свободная интерпретация у школ. Ну, наверное, люди, которые это придумали, считают, что таким образом они стимулируют творчество учителя. Нет, там вообще отсутствует вопрос стимуляции учителя. Вот там эта проблема, потому что учителю все время говорили прямым текстом, ты некомпетентен, ты там еще не, ну, ты очень старомоден, ты очень не какой-то такой. Но что мы забываем? Где-то далеко в Китае детки сидят 13 часов подряд в Гонконге и что-то выучают, ну, наизусть. А наши, очень маленькие, очень избалованные технологией и любовью, детки, они наизусть больше не изучают ничего. Мы теряем память. Вообще. Я не говорю про там историческую, культурную, мы вообще ничего не помним. Мы способны воспринимать 5 по 15, ну, с 5 до 15 минут новую информацию. Концентрировать внимание. Да. Потом ты там голым прыгай по столу, они не будут на тебя реагировать. И в такой ситуации полагаться на то, что как-нибудь мы там интересно, гуляя по городу, что-то научимся, это возможно только в таком случае. Если мы сначала подготовим идеально учителей, и только потом их заставим что-то менять. А сейчас все как-то экспериментным способом, полагаясь на миссию. Вот у медиков, у этого... Забастовка? Зарость, Гиппократа. Да, клятва Гиппократа. У нас учителей нету. Но все считают, что нам, в принципе, тоже. Мы как бы клялись, что нам ничего не надо, и самое главное, эти чужие дети, наши дети могут нас вообще не видеть. Учитель уставший, учитель злой, учитель недоплаченный. Учитель все время ходит в одних сапожках, потому что на другие у него денежек нет. И ему все время говорят, что их слишком много. Ну, а статистика говорит о том, что учителей не хватает? Их не хватает. В Риге, ну, где-то в августе было видно, что 500 вакансий. Самая большая часть, конечно, это дошкола и начальная школа. Но все равно учителей латышского языка катастрофически не хватает, даже в престижных латышских школах. А почему вы ушли из первой гимназии? Я там никогда не была. Они меня даже не приглашали. Хорошо. Нет, я не ушла. Я просто на декрете один год просидела дома и вернулась в Агентсканскую государственную гимназию. Потому что хотя бы я понимаю администрацию детей, свои идеи, как это реализировать. Я не хочу и никогда не буду менять школу, потому что ну, зачем мне кому-то доказывать, кто я. Там я все-таки, я сама. И все в порядке. И мне очень нравится работа в школе. Но я думаю серьезно про то, что тогда, когда закончатся эти дети, которые по старой системе идут, сейчас параллельно той новой, которая начнется, я очень думаю, что я уйду. Потому что у меня не будет столько энергии, чтобы я притворялась, что мне это нравится, что я очень хочу сидеть, не знаю, с преподавателем другого предмета и что-то там конструировать. Потому что эта реформа прекрасно может работать в школе с двумя параллельными классами. Когда все учителя знают всех детей. У нас шесть параллель. Вышли, ну, выйду в школу и четыре параллели до девятого класса. В основной школе. В основной школе. При таком уровне за два месяца я не знаю имен всех своих учеников, куда еще их индивидуальные потребности. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, Виктор. Вот, вы знаете, вот сегодняшний митинг медицинских работников. Имеет прямое отношение к нашей встрече. А это имеет очень прямое отношение к этой встрече. Потому что и медицина, и педагогика, и вот это все. Это самое важное для нашей жизни. Но вы понимаете, этот митинг что показал? Верховка им сказала, отвалите, нам самим мало. Хорошо, спасибо за ваше мнение, Ивета. Вот вы сказали, что когда есть параллели с двух классов, то работать типа можно. Но ведь у нас весь вектор реформы направлен совсем на другое, на укропнение школ, на создание комбинатов, на ликвидацию малых школ. Я объясню, тут как бы противостоят две логики. Экономическая логика говорит, что школа, большая школа дешевле маленькой школы. И это именно так и является. Хотя бы я всегда думала, что если дотация определяется, ну как, столько и столько копеек на одну душу школьника, какая разница, где он учится. Но у них еще там какой-то научный коэффициент глупости. Ну это так. Я думаю, что… Не любите вы наших разработчиков реформ. Нет, не люблю, потому что с логикой они не дружат. Где проблема? Каждая из этих реформ сама по себе неплохая, но они вместе, они никак не работают. Мне очень интересно, что будут делать те школы, которые поменяют сначала язык, потом объем учеников в классе, и потом еще всю методику сразу. Я в жизни не хотела бы сейчас работать в школе, ну, в Мазакум-Таутейбе школе, потому что я просто не могу понять, как с этим справляться. Потому что если хотят качественно преподавать любой предмет на государственном языке, это надо в полгруппу, все предметы делить, потому что им параллельно надо учить язык. Я сейчас работаю с очень разным контингентом в классе. У меня одна девочка, Рейми Грант, которая 5 лет не училась в латышской, и из-за этого, не знаю, ни одну запятую куда ставить, синтакс вообще не знает. Но она латышка? Латышка. Она свободно говорит, она все выступает. То есть коммуникативные навыки на высоте, но… Да, но у нее нет никакой теоретических навыков вообще. Грамотности нет никакой? Нет, никакой. Параллельно у меня 4 ребенка с школы с русским языком, и некоторые дети, у которых просто семьи билингвальные. И параллельно у меня отличники, которых надо двигать для того, чтобы в школе был хороший рейтинг. И мне надо провести урок, чтобы одним было хорошо, другим и третьим. И все как бы куда-то успевали. Из-за этого мне каждый материал надо переделывать так, чтобы каждый из этих детей чувствовал, что он как-то, но немножко развивается. Чтобы отличники там не засыпали, и эти не пугались того, что там написано. Это очень сильно дополнительная работа, чтобы индивидуально хотя бы старые, старые эту программу подтянуть на потребности ребенка. А куда еще какую-то новую, которая вообще, по-моему, есть только в головах этих экспертов. Ну вот, кстати, мы говорили... Она все ждет, когда я начну оппонировать. Я сижу и думаю, не могу я оппонировать такому уровню профессионализма. Я могу единственное дополнить в одном месте. Ну вот, например, я знаю в нашей системе, да, что на самом деле наш учитель, академик Давыдов запрещал давать в классы вот эти поурочные разработки, потому что в нашей системе он считал, что по-настоящему подготовленный педагог должен иметь, конечно, методическую разработку, но в классах возникает своя ситуация со своими детьми и со своими детьми, да, и с той ситуацией надо работать по-особому. Единственное дополнение, все остальное категорически согласен. Второе дополнение по поводу вот этих разных детей. Я уже до начала передачи говорил, то, что говорит Иоанн, почему это не звучит в другом информационном пространстве. Мы в своем постоянно об этом долдоним. У нас ровно такая же ситуация. Вас не слышат. Я скажу, как и есть. Скажи, нас не слышат или нас не хотят слышать? Нет, вас не слышат. Почему? Я, ну, скажу так, я владею русским, но я не слушаю русские передачи. И ко мне эта информация вообще никак не доходит. Ну, ты очень четко описала ситуацию, которая у нас ровно такая, еще и хуже. Знаете, школа 2030, они сказали, что учителя очень довольны и очень рады, потому что у нас нет официальных бумаг, которые говорили бы о том, что учителям это не нравится. Просто никто не писал им, что это нам не нравится. То есть учителя должны, с вашей точки зрения, писать петиции сейчас? Я думаю, вот эти школы, которые реально работают как экспериментальные, вот эти 100 по всей Латвии. Если они не пишут и критику, тогда они просто, ну, нечестны сами с собой. Потому что они надеются, наверное, на то, что им дадут больше денежек или больше каких-нибудь благ, чтобы или они там дольше проживут где-то в деревне. Я не знаю, какая их мотивация. Но то, что не переделывая кардинально весь, ну, табель уроков или что это, ну, как-то так, это кардинально не переделывая, это реформа формальная и только на бумаге. Ну, а цель тогда такая какая? Деньги отборить? Ну, как, 14 миллионов и плюс еще 4 миллиона на язык. Ну, 18 миллионов очень хорошо. Там некоторые тетеньки получают, которые координируют на некоторых уровнях зарплату на бумажке где-то 2 тысячи. Ну, для учителя это очень-очень-очень много. И очень-очень хорошо. Потому что все время, что говорят тем, которые делают эти материалы? Менее теоретично, менее теоретично. О чем я боюсь? Я просто изучала только материалы по латышскому и по этому пил сонной сказе и исторические, и вот этому. Я физику к химии не понимаю. И там что, в принципе? Теоретический аспект вообще пропадает. Эти дети никогда не будут историками, лингвистами. То есть они не понимают матрицы. И не физиками, и не химиками. Матрицы там нету, там только экспериментная часть. И тоже, я вот все время думаю, почему мы не считаем, что на курсах по вождению тоже надо сажать в машину и пускать? И ну, как-то они там научатся по дороге. Ведь по другим предметам, что они говорят? Оставь красочки, оставь веточки, пусть ребенок сам придумает, что этим делать. Почему они вот технику как-то все-таки сначала инструкцию, а потом предмет? Почему-то они пытаются никого подпустить к электрическому току, потому что он убедился на практике, что бьет. Почему они логику немножко сохраняют по кимии, по физике, по информатике? Но они не сохраняют логику по гуманитарным предметам. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, вы в эфире. Добрый день. Я бы сейчас предложил, я, кстати, очень согласен с обоими вашими собеседниками, но я бы предложил бы им на сегодняшнее событие вот этот же пикет посмотреть именно как педагоги. Чему сегодняшний пикет мог научить народ? Народ – это тоже дети. Ну, большие, взрослые, но все равно дети. И вот подумайте, чему учили. Народ требует у законодателя выполнять закон. А законодатель подает урок, что что-что, но если закон невыгодный, его можно и нужно не выполнять. Спасибо. По-моему, то, что эти пикеты лучше всего показывают, что те, которые орут громче, получают больше. Это единственное, что они показывают. Это было очень хорошо видно тогда, когда строили схему, сколько, какому предмету давать уроков по новой системе. Там некоторые очень истерические дамочки туда засунули драму. Да-да, драма-драма. Хотя бы никто не понимает, что это именно такое будет. Это подготовка просто, ну как, лучшая подготовка коммуникации или это все-таки что-то с театром связанное. И сейчас в эту программу, которая так уже перебита всем подряд, засунули эту драму некому, и это учить. Никто не понимает, по каким материалам. И значит, эти все режиссоры, ну как, пашдарбные, кино... Самозанятые лица. Ну вот всяким таким это будут давать преподаватели. Никто это не понимает. С следующего года это надо начинать в седьмом классе. Слушайте, Ильдар, откуда вообще вот многие этой реформы растут? Мы как-то... Чем дальше, вес тем больше, тем страшнее. В нашей системе реформы, по-моему, все 27 последних лет все время что-то реформируют. По-моему, только 2 или 3 года было, когда ничто не реформировали. Но, в принципе, как бы на... Да, эта программа слишком тяжелая была. Этот стандарт был слишком тяжелый. Там в каждой сфере было очень набито, что надо научить этому ребенку, чтобы он был как бы всеобщий развит. Но как бы сделать стандарт более современным, это не означает всю систему раскидать по разным другим корзинкам. Все эти лекции проходят просто как обознавание нового жаргона педагогического. Там просто все по-другому названо. Но, в принципе, если учитель творческий, он как бы очень творчески искал общее с другими сферами жизни уже давно, и без всякого этого нового стандарта. Я говорю, что сам... Ну, если они не опомнятся, что это возможно только при полном, радикально, кардинально другом принципе, как будут трудоплачивать, если они это сами не поймут... Ну, денег же нет, все говорят. Поэтому оплачивать нечем. В первом сентябре тогда вот этим всем экспертам, наверное, надо будет замещать всех учителей подряд. Потому что, ну, если учителя это проглотят, и просто ради механического какого-то, ну, нам надо работать. Нам не надо работать, если к нам обращаются так, что нас не слышат, не хотят слышать. Если только селективно слышат, только тех, которые... Да-да-да, все будет лучше, все будет лучше. Все будет лучше только для тех, которые, ну, в свою степень получили где-то приблизительно в те годы, когда я это получила. Потому что нам преподавали очень много разных предметов, которые сейчас не преподают. Например? Ну, как... Я учитель латышской литературы, нам очень много учили филозофию, историю разную там... Ну, то есть вас образовывали как... Людей с широким кругозором. А сейчас я их просто там натягиваю. Натаскиваю. Ну, извините, узкие, не настолько хорошие у меня. Только очень-очень-очень-очень узкий этот кругозор. У них просто нету навыков в этом всем. Бронислав, ваше мнение? Я опять, я не могу панировать, ну, что я согласен... На 200 процентов. Ну, не на 200, а на 90, да. Я бы просто высказал прогноз. Дело в том, что есть очень серьезные, мои, по крайней мере, опасения, да, в том, что есть противоречия между сути вот этой реформы, которую их сейчас делают. Я имею в виду прокомпетентность. Я вообще вот эти две, которые, говорит, и это еще она назвала три, я знаю другие две еще. Это безобразие, а не реформы. Я о них не хочу говорить. Это отдельная тема. Там надо... Там еще будет это милитарное... Да, 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 это будет четвертое. Так вот, я скажу такую вещь, в чем очень серьезно. С одной стороны, принимается решение, что оценивание результатов будут по методике международных сопоставительных исследований. Международных сопоставительных исследований, вот, 12 параметров. И по чтению, тем, чем занимается это, вообще тоже отдельное исследование идет, частично входящее в это, где, естественно, научное, да, где математическое и чтение, читательская грамотность. И мы там 34-е, наша страна. Хотя из 72-х сейчас будет больше. Да, это развитые страны. Мы сейчас 34-е. Кстати, Российская Федерация первая по читательской грамотности. Да, и принимает решение, я не знаю кто, да, когда мы боролись вот за мониторинг, приняли решение, что именно вот эти исследования международные сопоставительные... Будут положены в основу. Будут положены в основу мониторинга. А то, чем рассказывает коллега, оно принципиально противоречит, потому что на выходе не будет повышения этих результатов. Не будет вот тут по-латышски, вот оно может перевести сразу, но я могу сказать как по-русски, да, понимание сути предмета. Да? Естественные знания, потом умение объяснять по-научному что-то, тогда разработка научных исследований. Это параметры, которые фигурируют в международном исследовании. И уже с 2000 года. И уже оцениваются с какого года? Конечно, с 2000 года. С 2000 года, то есть за 17, за 19 лет. Еще один момент я хочу сказать, вот в дополнение того, что говорила коллега. Ну, мы на втором месте, похвалюсь, на первом месте, скорее всего, первая гимназия. Вот у них, мы с вами смотрели, 600... Вы это что? И новая школа? Моя школа, да, около 600-580, и школа, которая случайным образом попала тоже, из 250 латвийских школ, да, имеет, мы считали, на 230 баллов меньше. Считается по науке, что 30 баллов из вот этой системы можно повысить за год, если проводить изменения. То есть у нас уже сегодня одна школа отстает, а другой, ну, 210, где именно это? На 7 лет. То есть у нас выпускники по... Ну, вот последнее то, что вы специалист, да? По чтению. Разница в 7 лет у выпускников по чтению. А чтение тоже рассматривается. Понимание текста, умение читать. Ну, вот то, что вы вначале говорили, 10-15 минут и всё, клиповое сознание. Тут столько проблем, и почему-то эти проблемы не обсуждаются, а они фундаментальные, с моей точки зрения. Обсуждается, как перейти вот то, что сказала коллега, давайте выйдем на улицу или в сельских школах выйдем за пределы территории школы, будем идти и говорить, а вот листики, а вот одно дерево, а вот второе. Нет, изучать рекламу предлагается. Что, что? В сельских школах рекламу предлагается уличную изучать. Анализировать. Нет, и самое смешное, что нет изучения рекламы, ну, по дороге. В школу как бы считают, ну, вот очень хорошим примером того, что они рекомендуют делать. В принципе, ну, как бы, на то, что говорят, что урок должен быть более интересным, динамичным, это правда. Но мы не можем конкурировать с тем, что, как бы, с тем, что они считают, дети считают интересным. И из-за этого, что мы будем, как бы, туда более пихать технологии или, не знаю, всяких фокусов, из-за этого они не будут воспринимать лучше. Очень интересный у нас получился разговор. Возможно, мы его еще продолжим, потому что у нас были звонки, на которые мы не смогли ответить. У нас сегодня в студии была педагог, учитель латышского языка и литературы Ивита Ратыниика. Из-за генсканской гимназии, и она же депутат Рижской думы. И эксперт по образованию, основатель и идейный вдохновитель педагогического центра эксперимента и частной школы ИНОВА Пронеслав Зальцерман. Спасибо вам за участие. У микрофона была автор и ведущая Людмила Прибыльская. Встретимся с вами в следующий четверг, чтобы снова поговорить о рейтингах и об образовании. До свидания. Продолжение следует...